всем привет это обзор на маску призрака по фильму 1997 года крик 2 маска сделана из латекса из мягкого латекса каучука по размеру чуть длиннее головы вот эта нижняя часть рта находится ниже подбородка длина ее около 10 сантиметров то есть вот так покраска выполнена хорошо прокрашены глаза вот здесь глазницы по контуру также второй глаз и рот также прокрашен маска это как я уже сказал по фильму крик 2 поэтому для нее характерно вот здесь вот более выраженная челюсть она более раздвинутая чем у остальных масок как например у маски из 1996 года челюсть там узкая маска длинная и вот так она перекошена здесь же она вот так вот сделано сверху имеется капюшон некое подобие вот такое чтобы закрывать верхнюю часть непосредственно головы имеются также здесь вот такие вот дополнительное ответвление чтобы маска завязывалась дополнительно сзади на голове таким образом фиксировалась внизу имеется вот такой вот кусок ткани он закрывает шею и все что находится ниже на самой маске имеется маркировка вот так она выглядит указана компания страна производитель и и так далее маска мягко очень гибкая гнущаяся вот если я так держать она будет назад опрокидываться ну если вперед наклонять что не будет также сверху маски имеется вот такой вот элемент для крепления необходимым чтобы крепить капюшон вот к этой вот штуковине и тогда при беге капюшон не слетает смазки из головы штука удобная особенно если снимать фильм этот элемент крепится сверху чтобы маска нигде ни за что не цеплялась когда это не нужно как я сказал очень мягкая вот вот так она гнется нос тоже покрашен достаточно неплохо в глаза вставлены черные вставки изнутри она выглядит как-то вот так вот эти вставки там рот имеется также отверстие для дыхания в области рта ну сейчас вы увидите как она мне выглядит и на этом обзор можно будет заканчивать собственно вот так эта маска выглядит на мне ткань это заправлена под майку но заправляется вообще под одежду в данном случае под майку закрывает шею так выглядит повороты головы артикуляция шеи с этим все хорошо ничего нигде не мешает разве что вниз полностью нельзя пустить потому что упирается вот этим вот кто вот так еще тоже можете видеть заправлена вовнутрь со всех сторон еще важно что не сказал эта маска это аналог компании fearsome faces то что использовалась в крике 2 не fantastic faces то что в крике 1 именно fearsome faces это самая классическая маска по крику 2 ни в коем случае не рдс которая появлялась один раз за фильм это именно то что присутствовала во всех сценах с убийцей собственно такой вот обзор пишите свое мнение в комментариях и всем пока